Привет, друзья! Мне не спится от этого массива информации, поэтому я собираю ее оперативно для того, чтобы выдать вам, как обычно, в самой сжатой лаконичной форме. Точно известно одно. Зеленский выиграл и выиграл с большим отрывом. Пусть наш победитель произнесет слова благодарности. Ребятки, привет! Привет всем вам! Вам кажется, что вы где-то в интернете, а мы где-то далеко. Мы вообще, мы находимся с вами в одной жизни. Мы не в оффлайне, не в онлайне. Сегодня мы вместе. И каждый из нас с вами делает большую работу для того, чтобы наша страна расцвела. Я вам всем страшно благодарен. Я вам всем благодарен. Благодарен всем нашим подписчикам. Благодарен, что вы нас поддерживаете, держите за нас кулаки. Я правда считаю, что у нас такая большая армия таких вот потрясающих людей, уникальных, офигенных, креативных, теплых и добрых. Это уже первая большая победа. Наша с вами. Я вот правда, я не просто с ней делюсь, а меня такой же, как и вы. И нас ждет впереди еще большая серьезная. Я ничего не обрезал. Это так, как есть со страницы Владимира Зеленского в фейсбук. Но общий посыл нам понятен. Однако, со вторым местом все не так уж и прозрачно. Потому что Юлия Владимировна утверждает, собственно, что утверждает она и ее команда. Мы сейчас послушаем. Не вірте экзитполам. Мы получили первые протоколи и первые данные безусловно из выборчих дельниц. У меня в руках первый протокол. Ну, звичайно, фотокопия, звичайно, не очень качественная. Это фотокопия из выборчей дельницы 320-686. Это выборчий округ 91, Киевская область. Это не экзитпол, это реальные данные. Первая тройка выглядит следующим образом. Володимир Зеленский 25%. Петро Порошенко 19,1%. Юлия Тимошенко 22,38%. Это первый протокол, который мы публикуем. Так как мы говорили, мы начинаем сейчас отримывать уже из разных дельниц, из разных регионов, отримывать прямые данные из выборчих дельниц за наслідками реального подрахунка голосов. Упубликована явка 63,43, но только за наслідками 156 округов из 199. Чомусь явка за наслідками, за станом на 15,00 была опубликована о 16,00. Явка за станом на 11,00 была опубликована о 12,00. Уже прошло достатньо часу, но остаточных данных по явке на сегодняшний момент, на этот момент, вибачте, немае. Это вызывает певные занепокоения. Поэтому мы обратимся до Центральной выборчей комиссии негайно опубликовать явку за результатами анализов всех 199 округов. Зеленский 23,9, Тимошенко 18,06, Порошенко 14,74. Мы вас далее будем ознайомить с этими результатами. Вы понимаете, это будет набагато швидше, чем это делает Центральная выборчая комиссия. Вы негайно будете отримывать сначала телефонную обзвонку, но это только по протоколам, на которых уже поставлены мокрые печатки. А дальше мы будем отримывать безусловно через электронные копии данные по всех этих протоколах. Самые протоколы мы ждем завтра протягом недели. Для того, чтобы знать реальную картину. Но в тот же час я хочу сейчас очень точно сказать цифры, которые мы отримали от экзит-пола, который проведен нашим командой. Мы не оспорюем первое место Володимира Зеленского с результатом 27% по нашему экзит-полу. На втором месте находится наша команда с результатом 29%. И на третьем месте Порошенко – 17,5%. Я уверена, что покладаться сегодня в нашей стране без демократии, без правильной социологии, с большими миллиардными ресурсами, которые выкладаны на подкуп выборцев, возможно только на протоколы дельничных и окружных выборчих комиссий с мокрими печатками и оригинальными подписами. Это означает, что Украина имеет надежды на изменения, имеет надежды на то, что мафия от влады пойдет, и в Украине начнутся настоящие отроджения и настоящие становления. Я уверена, что после реального подведения подсумков, что после сбора всех протоколов, мафии, которую отчет Порошенко, при владе не будет. Тут, извините, пришлось немножко обрезать, потому что речь длинноватая, но она обращается к своей команде, просит не дезорганизовываться, потому что все эти лживые экзит-полы направлены именно на то, чтобы их дезорганизовать. Поэтому нужно все считать и нужно бороться до самого конца. Настроение тоже улавливаете. Она понимает, что вряд ли ее рейтинг реальный ниже Порошенко. И субъективно я тоже это понимаю. Я думаю, ее рейтинг выше, чем Порошенко. Но рискну предположить, что по официальным данным она также проиграет, как и по результатам экзит-полов. Просто потому, что если админресурс был задействован, то он был задействован именно против нее. Потому что, ну, очевидно, Петр Алексеевич понимал, что с Зеленским ему будет очень сложно что-то сделать. Уж слишком явный перевес. При этом, несмотря на все то, что говорит Юлия Тимошенко и в ее штабе, он уверен, что уже прошел во второй тур и, очевидно, настроен на борьбу именно с Владимиром Зеленским. По этой же причине уже сейчас, сразу же, после оглашения экзит-полов, начинает говорить в его сторону различные нелестные вещи. Давайте послушаем это и обсудим в следующем блоге. Пока. Пока.